Безусловно, умные гаджеты ежедневно облегчают нашу жизнь, но, к сожалению, они же негативно влияют на наш мозг. Для эксперимента были набраны две группы пожилых людей. Участники первой никогда не пользовались GPS, а во второй как раз наоборот. После того, как им провели магнитно-резонансную томографию, оказалось, что у активных пользователей GPS мозг показал гораздо меньшую активность и меньший объем серого вещества в гиппокампе, который отвечает за переход памяти из кратковременной в долговременную. Так ученые пришли к выводу, что компьютерные игры, просмотр телевизора, а заказ еды через интернет и тому подобных действия наносят вред не только нашему телу, но и мозгу, которому не надо напрягаться, чтобы решить ту или иную задачу. В то время как регулярная активность помогает мозгу создавать новые нейронные связи, неподвижный образ жизни, в свою очередь, препятствует их образованию. От решения мелких задач за нас гаджетами наш мозг отвыкает от их самостоятельного решения. Несмотря на то, что новинки технического прогресса очень просты в быту, ученые убеждены, гаджеты всерьез ослабляют способности человека анализировать поступающую информацию, что особенно проявляется при чтении и осмыслении сложных текстов. Работа в интернете нередко подразумевает выполнение нескольких задач одновременно. Подобная нагрузка приводит к тому, что мозг очень легко отвлекается и с трудом концентрируется на чем-то одном. Иными словами, если вы желаете сохранить свою память, ставьте перед собой серьезные, многоступенчатые задачи и сами добивайтесь их решения. Более того, медики призывают нас отказаться от привычки употреблять пищу во время работы за компьютером. По их словам, это может спровоцировать серьезные нарушения в работе организма, вплоть до развития рака. Привычка есть у монитора вызывает целый ряд различных патологий. В частности, это одна из главных причин ожирения, поскольку человек, жующий за компьютером, не отдает себе отчет, что и в каком количестве он съедает. Дело в том, что память, внимание и восприятие информации – это мозговые центры, которые участвуют в процессе пищеварения и управления аппетитом. А во время работы за компьютером они, конечно же, переключаются от потребления пищи на другие факторы. Не меньшей опасностью является и то, что, обедая за компьютером, человек незаметно для себя съедает тысячи бактерий, живущих на клавиатуре и мышке. В их числе могут находиться возбудители очень опасных инфекций, которые провоцируют воспаление и подрывают иммунную защиту. Кроме того, процесс пережевывания пищи перед монитором бесконтрольный, что вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, самым опасным из которых является образование опухолей. Безусловно, в использовании интернета много плюсов. Благодаря ему, мы решаем массу вопросов, он облегчает и разнообразит нашу жизнь. А насколько много в ней будет негатива от интернета, думаю, зависит от нас. Ведь ко всему нужно подходить разумно.